Текстильная, сельскохозяйственная, трансформаторная, металлургическая, нефтяная, медицинская техника. Эти изделия, выпускаемые в Шымкенте, могут стать национальным брендом. Отечественная продукция может конкурировать с другими как по качеству, так и по цене. Ковры уже получили мировое признание. Именно сильные регионы, озвученные главой государства, могут стать движущей силой драйвера страны. В Шымкенте сегодня действуют две индустриальные и специальные экономические зоны «Онтустык». В ближайшее время в соответствии с поручением президента по развитию обрабатывающей промышленности будет открыта индустриальная зона «Жилдыз» общей площадью 306 гектар. Ожидается, что там поэтапно будут реализованы 100 проектов. Проекты в основном будут ориентированы на строительные материалы. Это металлургию, фармацевтику и мебельную промышленность. В частности, в индустриальной зоне планируется размещение производственных компаний по производству трансформаторов, полиэтиленовых труб, утеплителей, пенопласта, пеноплекса. В целом, в индустриальной зоне будут привлечены инвестиции в размере 105 миллиардов ценге. При этом в полном запуске будет трудоустроено 8 тысяч человек. «Шимкент является третьим мегаполисом, и наша задача состоит в том, чтобы приложить все усилия, чтобы мы не стояли на месте. В Шимкенте проживает более миллиона жителей, поэтому запланированные проекты нам необходимы. У нас появятся товары собственного производства, которые мы сейчас приобретаем у наших соседей в Китае». Президент отметил, что движущей силой драйвера страны могут стать сильные регионы. При этом выпускаемая в Шимкенте отечественная продукция может конкурировать с любыми зарубежными изделиями. В нашем городе производится все, что нужно человеку. Развивается металлургия и машиностроение, текстильная и легкая промышленность. Благодаря поддержке государства, женщины, у которых есть дети, могут позволить себе учиться и открывать свое дело. Многие товары нашего производства уже получили мировое признание. «На сегодняшний день мы уже производим некоторые товары, но в планах и задачах увеличить производство товаров и освоить новые проекты. Мы уже зарекомендовали себя как конкурентоспособные, как по качеству, так и по ценовой политике». По сравнению с другими регионами, Шимкент лидирует в плане привлечения инвестиций. За прошедшие месяцы текущего года этот показатель увеличился в разы. Значительный вклад в бизнес вносят и местные предприниматели. В будущем планируется наладить производство в Шимкенте для изготовления необходимых мелочей и деталей, которые часто употребляются в быту. Таким образом, экономика Шимкента будет расти, а сильные регионы останутся драйверами страны. Продолжение следует...